МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ресурс для приема обращений предпринимателей в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов. Уполномоченные сотрудники органов внутренних дел обязаны принять любые заявления и сообщения, в которых содержится информация о преступлениях или административных правонарушениях вне пределов административных зданий территориальных органов МВД России или в административных зданиях территориальных органов МВД России, в которых дежурные части не предусмотрены. При этом круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях и об административных правонарушениях осуществляется оперативным дежурным дежурной части территориального органа МВД России вне зависимости от времени и места совершения противоправного деяния. Не имеет значения также полнота информации о нарушении закона. Устанавливать обстоятельства происшествия, проводить по заявлению и сообщению проверку или расследование, принимать необходимые меры – все это работа полиции. Тем не менее, помните, от того, насколько точно и подробно вы изложите известные вам сведения об инциденте, зависит успешная работа стражей порядка. Будьте готовы к тому, что при личном обращении вам придется предъявить удостоверяющие личность документы, а при обращении по телефону назвать фамилию, имя, отчество, адрес проживания и контактный телефон. Помните, что анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела. Также вас официально предупредят об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. При приеме заявлений и сообщений о преступлении или административном правонарушении в дежурной части заявителю должны выдать талон уведомления о принятом заявлении, где указан регистрационный номер, который позволит отследить проводимую по вашему делу работу. По каждому заявлению и сообщению о преступлении может быть принято одно из решений. О возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела или направлении по подследственности, информация о котором в течение 24 часов с момента принятия направляется заявителю в письменной форме или в форме электронного документа. Если уведомление не получено, обращайтесь в территориальный орган внутренних дел с соответствующим заявлением. Информацию о ходе и результатах рассмотрения вашего заявления и сообщения также можно получить, записавшись на личный прием к руководителям органа внутренних дел, в котором оно было подано. Имейте в виду, что если рассмотрение вашего заявления и сообщения о преступлении не входит в компетенцию органов внутренних дел, оно будет перенаправлено в соответствующий федеральный государственный орган в соответствии с правилами подследственности. Кроме того, заявление о преступлении по уголовным делам частного обвинения по результатам их рассмотрения направляются в суд. В случае несогласия с решениями или иными действиями или бездействием следователя или дознавателя вы имеете право обжаловать их у руководителя следственного органа, прокурора, либо в суде. Помните, что отказ полицейских в возбуждении уголовного дела далеко не всегда означает потерю перспективы наказания совершившего преступления. Возможно, в вашей ситуации имеет место уголовное дело частного обвинения, заявление о котором подается в суд. Не забывайте о том, что для эффективной защиты ваших прав вам необходимо не только обратиться в органы внутренних дел, но и самостоятельно предпринять определенные меры. Прежде всего, выполняйте все советы, которые вам по телефону или лично дают сотрудники полиции. К примеру, если совершена квартирная кража, не следует ходить по жилищу и прикасаться к вещам, чтобы случайно не уничтожить возможные улики. Бывают случаи, в которых от вас потребуется активная помощь расследованию. Так, если вы стали жертвой телефонного мошенничества, необходимо выполнить целый ряд действий. Прежде всего, не делать с мобильным телефоном никаких операций, которые способны уничтожить данные о звонках. Лучше всего его выключить до прибытия сотрудников полиции. Также следует как можно быстрее обратиться в банк с заявлением о блокировке операций с вашим счетом и об отзыве сомнительного перевода. От вас может потребоваться помощь в оперативном получении справок от оператора о ваших переговорах, а также из банка о движении денег по вашему счету. Согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с момента возбуждения уголовного дела принимается решение о признании жертвы преступления потерпевшим. Потерпевший в ходе уголовного процесса и судопроизводства имеет целый ряд прав. Так он вправе знать о предъявленном обвинении лицу, давать показания, при этом отказываясь свидетельствовать против себя, своего супруга или своей супруги и близких родственников, иметь представителя. Потерпевший может представлять доказательства, заявлять ходатайство и отводы, при необходимости бесплатно пользоваться услугами переводчика, давая показания на родном языке. Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации предусмотрена возможность участия потерпевшего с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству, либо ходатайству его представителя. Ознакомление с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, постановлениями о назначении судебных экспертиз и заключениями эксперта. Потерпевший вправе получать копии процессуальных документов, в том числе затрагивающих его интересы. По окончании предварительного расследования потерпевший имеет право знакомиться с материалами уголовного дела полностью или частично, снимать копии с документов и делать выписки в любом необходимом объеме. Кроме того, среди предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации прав участие в судебном разбирательстве уголовного дела в судах всех инстанций. В суде потерпевший имеет право выступать в прениях, поддерживать обвинения, знакомиться с и аудиозаписью судебного заседания, приносить жалобы на действие или бездействие, а также решение дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, руководителя следственного органа, следователя, прокурора и суда. Потерпевший имеет право знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях, подавать на них возражения, а в случае угроз в свой адрес или в отношении своих близких ходатайствовать о применении мер безопасности. После вынесения приговора потерпевший вправе его обжаловать, равно как и судебные определения и постановления. Возможно заявить ходатайство о получении информации о передвижениях осужденного, к примеру, о времени его освобождения из мест лишения свободы. По гражданскому иску потерпевшего ему обеспечивается возмещение причиненного преступлением имущественного и морального вреда, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя. Во время рассмотрения дел об административных правонарушениях потерпевший приобретает ряд прав. В частности, он вправе знакомиться со всеми материалами своего дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайство и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по делу и участвовать в его рассмотрении.